Это был момент какого-то абсолютной дыры во времени, пространстве времени, когда власть была полностью напугана и парализована, и можно было, видимо, делать тогда что угодно. А кто был власть? Те, кто сидел на Лубянке, те, кто сидел на Старой площади, те, кто отдавал или не отдавал приказы там по танкам Кантемировской дивизии. Это были какие-то фрагменты Советской империи, они не обладали связностью, и, ну не знаю, может быть, можно было делать какие-то, так сказать, по восточноевропейским сценариям. Я не говорю, что там сценарий Чаушеску и боёв на улицах и казни лидеров вовсе нет, но можно было делать люстрации, можно было делать, я не говорю, что нужно было, но возможно, что был какой-то период такой исторической возможности, ну та же самая толпа, толпа пошла, вот с Павловским мы часто об этом говорили, что толпа пошла не на Старую площадь там брать архивы, а толпа собралась вокруг памятника Дзержинского и под Софитом и телекамеры все под улилюканье стали его снимать, и после этого разошлись. Да, вот всё закончилось такой символической вещью, и после этого, как бы вот эта вот революционная волна, она спокойно передала вот эту вот власть с улицы и обратно в руки номенклатуры. Нерационально, я согласен, но вы знаете, вот этот миф о саморазрушении, он нас преследует уже 20 лет, типа долго так продолжаться не может, они стреляют себе в ногу вот-вот-вот сейчас, а тем не менее это всё продолжается, понимаете, и если посмотреть, да, узнаете их по делам, их посмотрите на итоги правления Путина, мне кажется, он может быть доволен. Мы говорим 20 лет о саморазрушении, а по сути власть консолидирована как никогда, население, оппозиция прижата к ногтю, население абсолютно конформистское, Запад принял путинский режим в таком виде, в каком он есть, как некая историческая форма российской государственности. Какое саморазрушение? Почему, вот это будут путинские итоги? 21-й год это итоги, это невероятная консолидированность и бетонированность власти, как бы с точки зрения там социологической теории, там освоения своего габитуса, Путин абсолютно успешен. А чем в истории-то будет знаменит Владимир Путин? Крымом? Ну, я бы сказал вообще реставрации, может быть, вот я всегда считаю, что это последняя итерация, последняя, отчасти пародийная, реставрация русской империи, российской империи. Вы всегда говорили, что он империалист, а не националист. Да, он империалист, но парадокс ситуации в том, что, видимо, видимо, эта последняя итерация закончится уже последним окончательным распадом империи, которая не дораспалась и ни в 17-м, ни в 91-м году этого не случилось. И вот сейчас, ну вот я тоже часто вспоминаю замечательные отрывы Костеллурии Сорокина, когда вот это там дети с бабушкой едут к какому-то капищу в тайге, и там они находят памятники трём великим лысам, которые убили огромного дракона. Эти трое великих лысых – это Ленин, Горбачёв и Путин. То есть, это три человека в три удара, развалившие Российскую империю. А почему вы так думаете? Как вы понимаете, по состоянию на 21-й год он консолидировал власть. Но с точки зрения, если мы посмотрим… Ну и общество, вы сказали, конформистское. Общество конформистское, общество атомизированное, общество распадается, общество лишено какой-либо идеи, драйва, общество ни за кого не пойдёт умирать ни на какую войну. Это абсолютная противоположность, скажем, советскому обществу времён Второй мировой войны. И в итоге, мне кажется, что если мы посмотрим вот с этой горы, с которой, да, вот, Алексей Алексеевич сказали с самого начала, там через сто лет, то мы поймём, что окончательный распад Российской империи в том виде, в котором она сложилась со времён Ивана Грозного или Алексея Михайловича, он произошёл именно при Путине, потому что ключевой произошёл вещь – разрыв с Украиной. Своими руками. Давайте мы поймём, что под словом «распад» вы подразумеваете не столь территориальный распад. Нет, я думаю, Россия в каком-то сыром виде, таком недопечённом, она останется, никому вере не нужно. А в чём распад тогда? Распад имперских структур, распад имперского мышления, распад идеи о том, что Россия может, так сказать, пройти танковым маршем до Чёрного моря, что ей принадлежит постсоветское пространство, Украина, Беларусь, что есть особые права на требования каких-то территорий, которые когда-то Россия отдала и сейчас может затребовать назад. Словно говоря, то, что все нации поимели в 20-м веке, то, что Россия не съела, вот все эту ложку Австро-Венгрии, ложку дерьма, словно говоря, все большие империи съели в 20-м веке. Франция, Германия, Британия. Начиная, да, с Турции, Австро-Венгрии в 18-м году по итогам, так сказать, это самое, и затем уже, так сказать, Германия свою чашку съела, и потом уже Англия, Великобритания в 60-м году, Франция в Алжире и так далее. А Россия вот этого не съела, потому что ни 1917-й, ни 1991-й год не были распадом империи. Сохранился все равно вот этот имперский фантом, который сейчас сидит в людях в Кремле. И вот этот вот имперский фантом, он должен закончиться по итогам нынешнего правления. Потери Украины, потери, я считаю, рано или поздно Беларуси, потому что то, что сейчас происходит, это абсолютно как бы дружественная нация изначально. Подожди, а мы еще не потеряли Украину и Беларусь? Ну как же? Нет, Украину потеряли. Украину полностью потеряли. Украину, а Беларусь почему-нибудь не потеряли? Из-за того, что мы даем деньги Лукашенко всего лишь? Нет, Беларусь сейчас в процессе потери, я считаю, потому что все равно это нация, которая должна осознать, что ее политическое будущее лежит только на путях разрыва с Россией. То, что еще даже украинцы не осознавали 10 лет тому назад, то, что они осознали через первый, ну не 10, а 20 лет назад, через первый, через второй Майдан, через Крым, через Донбасс, они это осознали, и они все, они плывут, у них самостоятельное плавание, дай им Бог, сейчас 30 лет независимости Украины. В Беларуси еще этого не прошло, сейчас очень тяжелый процесс, я считаю, кровавый процесс, но тем не менее рождение белорусской политической нации происходит. И происходит он при большом участии России. И вот в этом, не знаю, или в следующем поколении у белорусов должно сложиться понимание, что подлинного суверенитета эта нация может достигнуть только оторвавшись от России. То есть Россия сама делает так, чтобы белорусы встали на этот путь, я правильно понимаю? Мне кажется, да, поддерживая режим Лукашенко и, видимо, осуществляющийся какие-то последующие интеграционные мероприятия. Россия эти 20 лет делает все, чтобы растолкать локтями всех соседей, которые к ней в общем-то... Потому что не знают более умные политики. Мне кажется, что умные политики в Кремле вполне могли бы так выстроить отношения с Украиной, что, так сказать, Украина была бы дружественным государством, при этом мостом на Запад. Не видеть это все в терминах игры с нулевой суммой. Здесь скорее рессентимент надо говорить. Людям внушили, что они ущербные, что они обижены, что Россия потеряла империю на протяжении всего 21 века. Да, да, россиянам внушали, что они обиженные. И вот сейчас люди всерьёз восприняли эту обиду, и поэтому хотят вот эти вещи. Ну да, ну мало ли чего хочет большинство, но это же с точки зрения исторической перспективы, это абсолютно саморазрушающиеся вещи. Можно, да, окружить себя кольцом таких токсичных территорий, типа Донецка, Луганска, Крыма, Приднестровья, Абхазии, Осетии, ну что это, будет некий, так сказать, фантом империи. Боже мой, мы присоединили себе вот этот вот токсичный полумесяц от Цхинвала до Террасполя и, может быть, Минска. И всё. Но при этом, так сказать, Россия просто взваливает на себя вот эти территории, но это же не бывшая Российская империя. То есть, людям нужна какая-то большая идея, чувство принадлежности. И нынешний режим очень хорошо работает с темой идентичности. И дал им победу, дал им Георгиевскую ленту, сейчас дал имперскую идею. Какое-то время был Крым. Потому что тот же самый запрос на идентичность, вот эти вот потрясающие совершенно, мы с Кокос Гудковым обсуждали опросы и с Денисом Волковым, опросы Левадой о том, что самые большие сталинисты среди молодёжи. Да, они хотят Сталина, Сталин – это прикольно, Сталин – это круто, Сталин – это хипстер, Сталин – это реклама барбершопа, Сталин – это на майке. Вот, это совершенно гениальная вот эта постмодернистская игра, вынута абсолютно идеей исторической памяти. Ну, просто это опять-таки к вопросу о том, что не сделали в 91-м году. Мне кажется, что должна была быть очень жёсткая, бескомпромиссная на манер немецкая историческая политика с юридическим, закреплённым в школьных учебниках, закреплённым, я не знаю, в крупных фильмах в программах на государственном телевидении, программа по осуждению сталинизма, по осуждению преступлений коммунизма, ну, такая условно, там, я не знаю, Солженицынская программа или перестроечной публицистики. Но всё же это кончилось, понимаете, всё кончилось журналом «Звезда» и «Новый мир». Это не было сделано, и, соответственно, пришли во власть постмодернисты, во власти у нас сейчас герои Пелевина, герои Generation P 90-х годов, и они начали свои исторические реконструкции. Кто-то с оружием в руках, как Гиркина Бородай, чистые реконструкторы и чистые постмодернисты. Сейчас то же самое происходит со Сталином, мы пожинаем вот эти плоды абсолютно отвязанного российского постмодерна 90-х, когда пиарщики и рекламщики 90-х годов неожиданно дорвались до рычагов власти, и вот сейчас осуществляют вот эту программу. Понимаете, идёт вот эта вот большая накачка, которая говорит, как бы всё не так однозначно. Одна из самых страшных вещей, которая аж звучит сейчас вообще в мире, в эфире. Разве бывает это однозначная вещь? Да, всё не так однозначно. Это одна из версий. Вот то, что Путин с Малютой, да, вот мы сейчас обсуждали за эфиром, потрясающее совершенно, да, троллинг такой. А это главное вообще. Есть и другая версия. Собственно, и про Сталина есть и другая версия, и про ГУЛАГ есть другая версия. Вон, люди не хотят ставить таблички последнего адреса. Почему? Да может, непонятно, кого расстреляли, они сами виноваты виноваты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!